У меня хорошо было видно. Девчонки присоединятся. Начинаю немножечко пораньше. Начинаю прямой эфир, чтобы все могли присоединиться к нам. Привет, девчонки! Мне так всегда волнительно видеть столько незнакомых лиц, потому что уже привыкаешь вести курсы для групп таких учеников своих небольших, а тут такая большая классная аудитория. Я сама уже смотрела эфиры. Привет, девчонки! Привет всем, кто присоединяется. Яночка, здравствуй! Очень приятно видеть знакомые лица. Здравствуйте! Здравствуйте, девчонки! Ой, добрый вечер, девчонка, моим тоже привет! Кто здесь уже был, знают, как это волнительно и как это приятно вдвойне. Волнительно, и это здорово, потому что ты знаешь, что ты растешь, когда волнуешься. Если не волнуешься, значит, ты стоишь на месте, значит, ты уже это осилил. Вот, для меня это тоже очень волнительно. Здравствуйте! И привет, Анечка! Ой, сколько девчонок моих уже знакомых! Это даже мне прям очень приятно становится. Привет! Ты завтра! Держу колочки! Но вот я сегодня, и очень-очень рано... Здравствуй! Ой, Катюша, здравствуй! Ну, все, тогда я точно буду расслаблена. Сейчас, потому что вижу много знакомых лиц. Очень приятно, что вы выбираете марафон от компании Kinetics, потому что я была безумно рада, когда мне предложили участвовать в нем. И, как я всегда говорю всем девчонкам, если вы застряли на каком-то одном месте или вам предлагают что-то, что вам интересно, всегда соглашайтесь, потому что это новый опыт, это колоссальный опыт. Он дает, опять же, вот это, знаете, вернуться в жизнь мандраж. Когда ты мандражируешь... Да, готовимся вместе. Когда ты мандражируешь, это значит, что действительно у тебя новый этап, это новые для тебя дела. Потому что реально, когда ты делаешь все постоянно-постоянно-постоянно, да, что организм, голова уже адаптируются, вот, и нужно постоянно искать для себя новые пути развития. Вот марафон от компании Kinetics стал для меня тоже таким путем развития. Для такой большой аудитории я увидела, сколько подписалось людей за прошлую неделю-полторы. Это безумно приятно. Спасибо вам большое. Спасибо, что выбираете. Вот нас уже 39 человек. Это чудесно просто. Сейчас познакомлюсь с вами немножечко. Светочка. Так приятно, что столько девчонок здесь знакомых, моих учениц, моих знакомых, будущих моих знакомых, я уверена. Да, Света, тебе тоже большое сердечко. Ну что, Настюш, сколько времени у нас? Пять? Да, наверное, одна. Ну, давайте тогда начнем потихонечку знакомиться. Пусть другие девчата присоединяются. Привет! Привет, девчонки! Пусть другие девчата еще присоединяются в наш чат. Я начну с вами, опять же, начну со слов благодарности. Действительно, еще раз спасибо большое организаторам марафона Nail Kuchnia, компании Kinetics. Для меня это огромная, огромная честь просто, и огромный рост, огромное волнение. Вот, что, хочу сейчас немножечко познакомиться с вами. Сейчас сразу включу свою презентацию и немножечко расскажу о себе. Ну, давайте начнем. Меня зовут Елена Кочнева, я из города Ярославль, являюсь инструктором команды Level Up Nails, чем очень горжусь. В том году также защитила такое хорошее звание топ-инструктора. Сама я, у меня сейчас своя студия. Студия большая, достаточно на 200 квадратов. Это мой тоже такой высокий шаг. Также я являюсь инструктором не то, а эстетического маникюра. Да, сама я также практикую патологию. И у меня есть свой курс, который называется «Геометрия, тонкость линий». И надеюсь, что когда откроют все наши границы и раскроют все территории, то я обязательно с ним поезжу по городам. Что хочется еще сказать о себе, что очень люблю то, что делаю, постоянно стараюсь развиваться, поэтому уверена, что вы такие же люди, как и я, и я такая же, как и вы. Раз вы здесь, значит, мы все занимаемся одной целью – развитием, интересной жизнью, интересом к новому. Ну, что хочется еще о себе сказать. Я мама, у меня двое детишек, и я замужем и счастлива. Тема, которую сегодня мы с вами разберем, очень-очень для меня интересная, и я ее обожаю. Вообще, она больше касается эстетики. До меня уже было много прекрасных эфиров. Касались они разных сфер и просто бьюти-бизнеса, и также касались проблемных ногтей. Да, девочкам очень благодарны. Тоже очень интересно было слушать, уверена, вам также. Но сегодня мой блог будет посвящен именно эстетике, именно красивой, изящной форме, форме «Миндаль». Самое основное, почему не могу разобрать вам еще сразу форму «Квадрат», потому что думаю, что эфир займет достаточно много времени. А я хочу, чтобы все-таки выходной вы посмотрели меня, насладились эфиром, и пошли счастливые, я не знаю, ужины с любимыми или гулять в парке. Так вот, форма «Миндаль» изящная и носибельна. Самые основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, «Девчонки, всем привет!» Если вдруг меня плохо слышно, или вдруг как-то прерывается связь, вы, пожалуйста, мне отпишитесь. Давайте тогда, прежде чем я уже начну разбирать мою тему, поставьте плюсики. Все ли хорошо? Действительно хорошо ли меня слышно, видно? Я, кстати, нахожусь в своем учебном классе. Вот пока вы ставите плюсики, покажу вам, какие красивые у нас стены. Если видно, нам разрисовывал их тоже художник. Такой большой достаточно у меня учебный класс на 8 человек. Здорово! Плюсики я вижу, значит, меня хорошо и видно, и слышно. О, еще девчонки знакомые. Привет, девчонки! Очень счастлива, что вижу много знакомых лиц. Спасибо! Ну что, давайте тогда разбираться. Тема, которую мы сегодня с вами рассмотрим, это форма «Миндаль». Как сделать форму изящной и носибельной, несмотря на какой длине вы будете ее опиливать. Самое основное, с чем мы часто всего сталкиваемся, с тем, что ногти часто похожи либо на стилеты, да, слишком зауженные, либо они похожи на коготочки, что арочка нижняя боковая провисает, или крутится, и ногти как когти. Иногда девчонки смеются и говорят, у меня получилось не «Миндаль», а какие-то «Куриные лапки». Как бы смешно это ни было, но это так и звучит. То есть моя задача – объяснить вам сегодня, как сделать эту форму, не похожую на когти, не похожую на треугольнички. Ну и, естественно, носибельно. Да, эфир будет сохранен, девчонки, все верно. Носибельно. Что значит носибельно? Действительно, сегодня я вас, может быть, кого-то шокирую, кого-то нет, я уверена, буду показывать вам опил формы на достаточно длинных ногтях. Мы смирили с Настей, с моей моделью, они 3,5 см. То есть реально подобрать материал под любые ноготочки, любой длины – 3 мм, сантиметр, 2 см. Главное понимать изначально, какая ногтевая пластина по структуре изначально, естественно, каким материалом вы работаете. Все об этом расскажу немножко позже. Давайте сделаем так. Я сейчас сразу пройду с вами теоретический блок и покажу на практике, а потом уже буду отвечать на ваши вопросы. Вот, я думаю, что так будет продуктивно и достаточно быстро. Ну что, начнем сразу, не отходя от дел, с этапов опилы формы. Вы можете заскринить себе это, а кому будет удобно, я вышлю также полностью чек-лист о том, как я даю ученикам полностью опилы формы. С какими еще проблемами сталкиваются мои ученики? Давайте начнем с этого, который уже приходит на курсы повышения. Они говорят, Лен, что вроде бы все понятно, пилю по наитию, но, допустим, у одного пальчика ногтевой ложи короче, у другого длиннее. То, соответственно, форма здесь получается более, допустим, круглая, здесь более острая. Как сделать так, чтобы независимо от ногтевого ложа, от длины свободного края, все пальцы были одинаково пропорциональны. Так вот, если вы будете придерживаться этих этапов опила формы, которые ниже вам представлены, вы их можете видеть, то тогда гарантирует действительно результат. И я думаю, что многие мои ученики, если они здесь есть, то могут подтвердить, что прибегая по этапности, по пунктам, выполняя каждый опил, то есть каждый этап выполняя постепенно, вы действительно сделаете любые ноготочки одинаково симметричными и пропорциональными. Я знаю, что мы очень многие пилим по наитию, но вот действительно бывают ситуации, когда на одной руке совсем одна ногтевая пластина, а на другой другая. И как же сделать их одинаковыми? Опять же, вы прибегайте к поэтапности. Первый этап – это длина. Я думаю, что все уже заскринили, да, дальше мы пойдем уже разбирать поэтапно. Длина. Смотрите, с чего мы начинаем опил длины? Естественно, убедитесь в том, что если форма короткая, допустим, круглая формочка, убедитесь в том, что нет разросшегося гипонихия. Если он есть, вы понимаете, да, что затрагивать мы его не можем, вот, убирать его не можем, поскольку это является защитным барьером от механических, химических воздействий, а также инфекций. Так вот, длину мы начинаем, исходя из центральной оси. Что такое центральная ось пальца? Как вы знаете, что у пальца, у четырех пальчиков руки три фаланги, у большого пальчика две. У нас есть, Вер, убрать комментарии. Девочки, одну минутку, давайте тогда уберу комментарии, сейчас найду, главное, как их сделать. Потому что… Минутку. Так, давайте сейчас я выключу комментарии, сейчас минуточку подойду, пальчик не достает. Настя, у тебя может достать? Смотри, надо куда? Вот. Не выключила? Выключила, да. Выключила. Сейчас, девчонки, извините, пожалуйста, да, сейчас выключу комментарии, у меня просто стоит штатив, и у меня, представляете, туда просто пальчик не подъезжает. Я сейчас выну немножечко телефон, чтобы сделать… Да, вот, я отключу сейчас комментарии. Чтобы действительно было вам комфортно видно мои, да, то есть уже презентации. Длину. Мы всегда начинаем с того, чтобы… Определение, где у нас центральная ось пальчика, чтобы ноготок не был кривой в одну или в другую сторону. Как я уже сказала ранее, что первая фаланга, то есть у нас пальчик имеет три фаланги, и большой пальчик имеет две фаланги. Ровная всегда первая фаланга. Соответственно, по ней мы будем искать центральную ось ногтя. Если сейчас возьму пилочку, и так, как на картиночке поставлю ее, то вот, видно, да, первая фаланга – центральная ось ногтя. Поскольку, если мы отогнем пальчики и увидим уже вторую и третью фалангу, мы увидим то, что пальчики очень сильно пляшут. Вот, допустим, покажу свой указательный. Вторая фаланга уже немножко искривлена, но третья сильно искривлена. Конечно же, я вам еще также объясню, как делать, как находить центральную ось, исходя из ли пальчик искривлен достаточно сильно. Но самое главное правило длины – мы всегда убираем длину под 90 градусов относительно центральной оси первой фаланги. Вот, это первое правило, которое вам даст красивую, изящную форму. Если здесь все понятно, то тогда поставьте плюсики и пойдем дальше. Первая фаланга, по ней ищем центральную ось, пилочка в 90 градусов, делаем опил формы. Не отключилась? А, ну. Сейчас, девчонки, если не отключились комментарии, пожалуйста, скажите. Давайте пока продолжим дальше. Следующий этап опила формы. У нас будут пропорции. Про пропорции более детально я вам объясню потом еще на листочке, поскольку в форме миндаля я объединяю нескольких форм. Есть круглая форма, есть овальная форма и есть форма непосредственно миндаль заостренная. Но еще, как, знаете, как, еще добавочная форма к длинному миндалю, есть форма балерина. Ее тоже сегодня затрону. Не отключили. Девчонки, все, сейчас минутку отключу. Так. Вот. Все, по-моему, вот так комментарии выключены. Да. Ну вот, внимание, смотрите на картинку. Пропорции, именно как их искать, я вам расскажу немного позже. Сейчас хочу затронуть именно постановку пилки во время того, когда вы пилите пропорции. Очень важно при пиле формы, пиле именно пропорции, держать пилочку под свободным краем. Как видно на картиночке. Почему? Что нам это даст? Часто, когда вы встречаете именно, у вас получаются коготочки, это нижняя боковая параллель, она такая провисшая или изогнутая. Это происходит от того, что пилка убирает форму по торцу. Пилка работает по торцу. Обратите внимание, вот именно в тот момент, когда вы делаете саму форму пропорции, пилочка должна стать под свободным краем. Тогда вы уйдете от кривых нижних боковых параллелей и не получите форму, которую мы раньше говорили, как куриная лапка. Дальше хочу вам немножечко рассказать о том, что после того, как мы убрали длину, сделали пропорции будущей формы, мы переходим к виду сверху. Поскольку, когда вы делаете пропорции, нижняя параллель будет выглядеть, как такой треугольничек. Опять же, далее на модели я вам все более подробно это объясню. Вид сверху, что это значит? Это значит, что вот в таком положении руки вы должны видеть красивую обтекаемую форму ногтя. Поэтому пилочка уже пойдет по торцу непосредственно. Если пропорции мы пилили под свободным краем, то, когда мы пилим вид сверху, пилочка пойдет по торцу. Вот здесь очень важные моменты. Далее, что у нас будет? После того, как мы вывели форму сверху, естественно, мы смотрим нижние боковые параллели. Нижняя боковая ось. Что именно, на что именно обратить внимание при опиле нижней боковой оси? Что ось не должна провисать. Выходя из точки в роста, а мы все знаем, где она находится. Это место соединения свободного края с ногтевым ложем. В точке в роста у нас не должно быть провисшей боковой нижней параллели. Из точки в роста боковая параллель нижняя должна сразу выходить наверх. Соответственно, будьте внимательны при опиле нижних боковых, чтобы не перепилить точку в роста. Далее, что на что нам нужно еще будет обратить внимание? Последним завершающим пунктом, которым я вам покажу, это будут объемы. Что значит объемы? Мы уже объемы, это именно непосредственно проверить продольную арочку и поперечную арочку. Я думаю, что вы уже все знаете, что это такое. Продольная арка это вдоль ногтя, поперечная арка поперек ногтя, соответственно. Как должна выглядеть арочка ногтя? Она должна выглядеть минимальный объем, максимальный объем в зоне апекса и снова минимальный объем на свободном крае. Как должна выглядеть поперечная арочка? Минимальный объем по бокам ногтя и в центре максимальный объем. Об этом тоже более подробно расскажу на модели. вот таким образом у нас происходит опил корма в идеале получается вот такая подготовочка ногтя то есть красивые нижние параллели красивая продольная арка красивая поперечная арка вот сейчас я возможно включу комментарии если будут какие-то вопросы сейчас быстренько на них отвечу которые если у вас возникли сейчас вопросы именно по данному материалу и конечно же его я более подробно сейчас буду показывать на модельчики девчонки всем привет еще раз кто присоединился меня зовут элина кочнева и мы сейчас рассказываем тему опила миндаль формы миндаль основные нюансы чтобы не сделать форму которая ноготь который будет похож на коготь или на куриную лапу или на треугольничек чтобы он был изящным далее конечно будем рассматривать еще вторую часть чтобы он был носибельным здравствуйте есть сейчас все понятно спасибо вам большое за обратную связь с тем кто пишет да потому что если вам все понятно то тогда мы переходим дальше сейчас одну минуточку я уже разверну разверну сейчас икра и переведу сразу на листочек нет пока нас не настюшни на тебя пока на листочек сейчас минутку как уйти от сейчас девчоночки подождите пожалуйста сама немножечко все отключаю спасибо большое за ждание отключила картинки ну и непосредственно перехожу помните я говорила что мы сначала говорили с вами про длину потом говорили с вами про боковые параллели и именно пропорции и так возвращаясь к пропорциям я надеюсь что меня хорошо видно давайте сразу разбираться по пропорциям какие формы мы вообще можем сделать это круглая форма круглая дальше форма будет овал овальная настюша ты почитывай да я немножечко позже девчоночки отвечу на ваши вопросы хорошо вот давайте тогда я просто я сейчас стараюсь отвечать на те вопросы которые соответственно непосредственно тому что я объясняю а дальше у нас будет еще 10 минуточек и отвечу на все абсолютно вопросы которые если вдруг будут не закрыты давайте рассмотреть круглая овальная форма и есть форма миндаль ну еще разберем форму балерина круглая форма что для этого нужно обычно я рекомендую свободный край у вас должен быть больше либо равен ну хотя бы 1 2 1 4 ногтевого ложа что это значит вот берем ваш ноготочек пришла к вам клиентка которые были ноготочки под ноль и она решила и она уже их отрастила и спрашивает а можно же сделать круглую форму да конечно уже можно вот смотрите как раз идет речь о пропорциональной зависимости что такое 1 2 1 4 ногтевого ложа не 1 4 1 6 даже смотрите если ногтевое ложе разделить пополам потом еще пополам мы получим одну четвертую так вот если длина свободного края соответствует 1 4 ногтевое ложе или хотя бы 1 6 а это еще меньше то тогда вы уже с мам свободно сможете сделать круглую форму какие пропорции тогда нам нужно будет именно с сейчас мы какие пропорции соблюдать смотрите смотрим на торец свободного края делим его пополам затем делим его еще пополам получаем одну четвертую смотрим на длину свободного края именно обращайте внимание что я буду находить пропорции исходя из длины свободного края которая находится по центру по центральной оси почему я не беру вот эти боковые потому что точки в роста как вы знаете могут быть на разных уровнях допустим одна выше другая ниже соответственно если вы будете искать пропорциональную зависимость сбоку то тогда они будут у вас на разных уровнях поэтому делите пополам вот эту зону свободного края поехали разделили пополам отметили на боковой что дальше вам нужно будет сделать уже ранее на презентации я я говорила о том что пилочка когда мы опиливаем пропорции должна находиться под свободным краем сейчас покажу это на своей руке потом покажу на модели вот вот такое нахождение под свободным краем пилки во время опила пропорций что вам нужно будет делать соединить две точки которые вы отметили у нас это в круглой форме 1 2 и 1 4 соединяем и получаем и получаем вот такую такую фигуру чем-то напоминающую многоугольник дальше когда мы говорили с вами оба пили формы сверху как раз мы выравнивали все грани которые образовались но сейчас мы более вернемся к пропорциям так вот у круглой формы я вам рекомендую выполнять ее тогда когда свободный край хотя бы 1 6 1 4 ногтевого ложа тогда форма будет более изящна и красиво пропорции у вас будут на торце это 1 4 на боковой линии 1 2 вы соединяете две эти точки пилка находится под свободным краем и тогда у вас уже готовы предпосылки копилу формы круглая вернемся к форме овал для того чтобы сделать овальную форму рекомендую вам длину свободного края брать уже больше либо равной 1 3 ногтевого ложа что это значит смотрим на картиночку если мы сделаем ногтевое вложи разделим на три части то увидим отрезок которому и должен равен быть свободный край здесь я рисую конечно достаточно длинно на ногтях вживую более натуральная форма у вас будет немного короче как здесь я уже выхожу из ситуации я делю ноготочек здесь уже по торцу не на одну четвертую а на одну треть вот таким образом а боковую линию делю также как и на круглой форме одну вторую точно также держа пилку под свободным краем я соединяю две эти точки и уже получаю предпосылки для опила формы овал как вы вы заметите в чем будет разница что эта форма будет именно круглой за счет того что пропорции достаточно широкие и она получится более более обтекаемая более круглая а здесь форма получится немножко заостренная но не такая острая как была бы форма миндаль так что что здесь хочется еще разочек на вам обратить внимание что свободный край рекомендую на овальную форму брать уже не меньше 1 3 ногтевого ложа именно ногтевого ложа не ногтевой пластины как на рисунке здесь уже показала как это найти ну и теперь рассмотрим форму миндаль которую очень многие любят и очень многие хотят делать и честно и красиво смотрите что касается формы миндаль конечно самый красивенный миндаль получается когда вы делите ногтевое ложе пополам то есть свободный край у вас должен равен либо быть больше 1 2 ногтевого ложа тогда он получается очень изящный удлиненный из можно сделать заостренный и так вот у вас примерно получается картиночка какие же пропорции здесь я выбираю здесь у нас останутся на торце пропорции в одну треть но естественно на свободном крае пропорция будет тоже 1 3 но ближе к точки в роста соответственно во время того когда вы будете совершать а пил пилка все также стоит под свободным краем и вы соединяете таким образом все понятно спасибо большое я рада что все понятно смотрите то есть пропорции на миндале вы соединяете точно так же держа пилку под свободным краем две точки точка на торце ногтя и точка на боковой параллели у вас также получаются предпосылки для опила формы миндаль вот таким образом да конечно картинки здесь может быть кривовато извиняюсь ну а теперь вернемся к форме балерина да это как такая дочерняя форма формы миндаль на балерину конечно же на самом деле вы балерину можете сделать на любой длине исходя из пропорций но конечно же красивая балерина получался мне именно тогда когда уже длина ногтевого ложа была точно также равна как у миндаля 1 2 то есть свободный край был больше либо равен 1 2 ногтевого ложа вы точно также оставляете пропорции как на миндаль одна треть одна треть что у вас только будет исключено если на миндале мы носик заостряем то на форме балерина у вас носик останется прямым словно бы вы пилили квадрат вот она изящная красивая форма очень многие девчонки помните я говорил о том что когда мы пилим по наитию или так как чувствуете если вдруг пальчики будут иметь непропорционально разные ногтевые ложа то тогда вы можете какую-то форму сделать более круглый какую-то заостренный но придерживаясь именно вот этих пропорций у вас всегда будет получаться на каждом пальчике одинаковая форма независимо да это касается любых ногтей действительно вот эту схему опила схему пропорциональности которые я вам привела она касается абсолютно любых ногтей не важно коротенькие длинные они потому что когда у вас приходит клиентка допустим и у него представьте свободный край равен всего лишь давайте допустим даже 1 4 пришла клиентка со свободным краем всего лишь 1 4 ногтевого ложа и она говорит а можно мне сделать форму балерина конечно же возможно у вас сначала будет шок что как же невозможно сделать балерину туда нужна длина нет вы знаете у нас был есть такой клиент точно также вы находите пропорции 1 3 на свободном крае и 1 3 на боковой параллели все точно также у вас будет совершен опил у вас будет только короткая но форма балерина вот таким образом поэтому эти пропорции универсальные опробованы уже наверно на многих моих учениках и действительно результатом их я горжусь если вы попробуете я уверена что вы останетесь абсолютно довольными этими схемами что они приведут к вас к идеальному результату абсолютно на любых ногтях трапеция широкие ногти узкие ногти с коротким ногтевом ложа с длинным ногтевым ложа вот это то что мне хотелось сказать еще хочу вам рассмотреть также на листочке пока мы еще не ушли в практическую часть хочу рассмотреть вам что такое боковая нижняя параллель да как ее вообще найти поскольку сегодня мы рассказываем о форме миндаль буду исходить исходя конечно же из этой формы вот у вас есть натуральный ноготочек таким образом нарисую если бы вы делали форму квадрат то предварительно конечно же также какую миндаль а вы бы нашли боковую ось пальца она вот таким образом ее можно найти поставив пальчик прямо перпендикулярно либо параллельно столу до либо перпендикулярно столу как вам было удобно я на практике покажу смотрите боковая ось и если бы это была форма квадрат то тогда нижняя боковая параллель у него бы была из точки в роста параллельно боковой оси вот таким образом но на миндале все совсем по-другому у вас точно также есть натуральный ноготочек точно также есть боковая ось но здесь боковая ось немножечко смещается каким образом если вы посмотрите в точку которая знаете где расположен матрикс да то есть у нас есть лунуло и есть начало ноготочка это матрикс если вы проведете параллельную линию боковой оси из матрикса то получите место расположения точки крайней точки свободного края и будет у вас боковая параллель на форме миндаль таким образом из точки в роста она будет выходить сразу наверх вот в эту точечку соответственно при выравнивании вы учтете минимальный объем материала в зоне кутикулы максимальный в зоне апекса и снова минимальный объем на свободном крае вот таким образом у вас будет выстроена форма миндаль то есть прошу здесь обратить внимание что боковая нижняя параллель она будет параллельно выходить не из точки в роста а да а крайняя точка на миндале будет параллельно выходить из зоны матрикса вот если вы из луну вы проведете прямую параллельную боковой оси то крайняя точка свободного края у вас как раз будет находиться в этом местечке вот тогда форма ваша будет красивая а чаще всего если вы пропорции помните уже выше объясняла что пропорции мы пилим пилка под свободным краем что произойдет если вы будете держать пилку по торцу будет происходить следующая картина либо перегнется вот такой будет изгиб в нижней боковой параллели да и получится такой коготочек а если не учтете следующий момент до что . крайняя . на свободном крае должна выходить из линии матрикса то у вас получится наоборот другой момент что может провиснуть ноготочек и будет вот такая некрасивая плюшка я думаю что здесь понятно не видно что не видно вот так видно если все видно все понятно то поставьте пожалуйста плюсики чтобы я смогла уже приступить к пиле формы на непосредственно нашей модели пока я смотрю что вы пишете я не нужно я одену перчатки и подготовлю себе пылесос потому что изначально я вам покажу также снятие материала если остались вопросы пожалуйста задавайте еще разочек вам покажу пропорции на круглой форме пропорции так на торце 1 4 на боковой параллели 1 2 на форме овал 1 3 пропорция на боковой параллели 1 2 если эта форма миндаль то у вас будет по торцу 1 3 по боковой параллели 1 3 если делаете форму балерина то точно так же как на миндале остается прямым только зона по торцу слов на свободном крае далее обратите внимание что нижняя боковая параллель на квадрате у вас будет прямая а на форме миндаль из точки просто выходить наверх а носик должен оканчиваться на параллели которая будет выходить именно из матрикса вот таким образом выглядит форма миндаль до эфир сохранится девочки обязательно сохранил эфир ну что поехали дальше приступим к модели я понимаю что достаточно все понятно и вопросов у вас не возникает поэтому сейчас поставлю пылесос подготовимся так чтобы вам было видно если вдруг меня будет не слышно вы пожалуйста мне говорите потому что пылесосик вынуждена буду включить из поскольку будет опиоформа чтобы пыль так не летела сохранится да девчонки все сохранится эфир будет полностью сохраняем это натуральные ноготочки да мы говорим про натуральные ногти вот я уже недавно stories на своем аккаунте выставляла сейчас покажу вам ногти которые у нас уже получились вот маникюр мы сделали два дня назад это ноготочки которые были также изначально длиной в три с половиной сантиметра вот такие длинные вот и сделан он был конечно же шикарнейшим цветом из последней коллекции компании kinetics безумно красивый цвет я вам сегодня покажу как его выкрашивать 464 это прежде чем приступить к пилу формы вы должны показать снятие почему я так обращаю внимание на снятие материала потому что ваше выравнивание ногтевой пластины которые сегодня вам также покажу будет непосредственно зависеть от того как вы грамотно сняли старый материал с чего всегда рекомендую начинать не снимать полностью это здесь вот если вы говорите о натуральных ногтях да я больше все-таки рассматриваю натуральные ногти потому что сейчас очень многие работают с гель-лаком вот и конечно допустим на гель-лаке на натуральной форме иногда не получается у многих да то есть такая загвоздка что не получается сделать острую форму многие девчонки говорят начинаю выпиливать на натуральных ногтях достаточно острый миндаль и очень плывет нижняя боковая параллель она как раз на изгибается или становится похоже на коготь вот как раз сейчас мы закрываем эти нюансы чтобы у вас не получилось таких ошибок и форма все-таки оставалась достаточно натуральной но эти понимаете вот эти пропорции вы можете также прибегнуть если вы занимаетесь наращиванием у наращенных ногтей точно также можно использовать для создания натуральной архитектуры вот такие пропорции поехали на что начну показывать вам непосредственно снятие материала так я снимаю материал будут стараться говорить громче поскольку пылесос уже будет работать материал я снимаю я люблю керамику поэтому снимаю непосредственно ей материал снимаю только до базы изначально придерживая такой длинный ноготочек конечно же поэтому если вдруг что-то девчонки будет плохо видно сразу говорить все хорошо что мы сделаем мы сейчас немножечко приподнимем да поднимем повыше вот так давайте я сделаю думаю что вам будет удобно итак поехали начинаю я с центра ногтевого ложа не ногтевой пластины да а именно с ногтевого ложа почему потому что апекс у нас располагается как раз примерно по центру ногтевого ложа и чтобы мне его сохранить чтобы архитектуру минимально было опиливать потом я начинаю как раз с этой точки плавными движениями я снимаю материал до базы вот видно да движения мои длинные достаточно они плавные они нет не прыгают потому что если вы будете делать короткие движения то будут ямки 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 соответственно архитектуру ногтю нужно будет придавать еще дольше настя уж проверни пожалуйста всегда придерживайте ноготочек видите у меня указательный палец левой руки придерживает ноготь чтобы он не он фиксирует чтобы он фиксировался и не амортизировал иначе это будет большое давление на ногтевое ложек далее смотрите убираю с материал с свободного края самого кончика разворачиваю пальчик доделываю опил формы и на этом все мои прямые движения останавливаются дальше я буду делать только круговые движения против чистовой стрелки почему потому что вы знаете что красивая изящная форма получается только тогда когда ноготочек напоминает форму яйца так вот чтобы уже сразу помочь себе выравнивание я все движения делаю округлыми и плавными уже превращая свой ноготочек в яичную форму мне кажется мои ученики навсегда запомнят делай блик яйцо всем привет ну вот смотрите мы сняли достаточно быстро уже цвет цветное покрытие до базы теперь смотрим архитектуру как вы видите да что у нас остался объем если вот так я посмотрю у нас остался объем вот зоне свободного края давайте сразу обращу внимание что апекс как находить апекс апекс мы находим таким образом слегка если надавить на свободный край у вас просветится зона на ногтевом ложе белом что это значит это и есть зона максимальной нагрузки стрессовая зона апекс находится по середине нижней границы стрессовой зоны соответственно как можно ходить с такими настя вам насть как можно ходить с такими настя бы сказала вам чудесно. Это девушка, к которой мы вырастили такие ногти с маленьких-маленьких трапеций. Вот, и сейчас ее длина, да, большая. Максимальная носка у нее была, кстати, на базе Kinetics, базе Rubber 8 недель. Я вам покажу потом, как они относились. У меня слайды заготовлены. Так вот, смотрите, вернемся к точке апекса. Апекс находится на нижней границе стрессовой зоны. Если я проверну пальчик, то вот здесь должна находиться наивысшая точка. Сейчас она находится вот в этом промежутке. Соответственно, я буду сейчас убирать материал вот отсюда и переносить весь максимальный объем в зону апекса. Продолжаю это делать все так же круговыми движениями. Сейчас пылесос тогда уже не буду включать, там немножечко осталось. Если проверну вам, вот смотрите, что я делаю. Видно, уже часть материала перенесена в зону апекса. Остался еще небольшой объем на свободном крае. Вот таким образом. Вот у нас уже здесь сохранена продольная арка вдоль всего ноготочка. Минимум материала у кутикулы, максимальный объем в апексе и дальше на минимум. Дальше я уберу длину. С Настей мы, конечно, всегда немножечко ее подравниваем. Я убираю ее аппаратом, но поскольку я все-таки, когда мы ранее рассматривали этапы опилоформы, говорила про пилку, поэтому буду убирать ее пилочкой. Но это еще не все. Фреза вам нужна еще будет для того, чтобы сделать еще продольную арочку. Сейчас постараюсь вам показать. Вот поэтому люблю черные перчатки, на них сразу видно, где остался объем. Как эти ногти как минимум на третий нужно укорачивать? Нет, вы знаете, клиент у меня, Настя, ходит постоянно с ними и вы видите, да, если я снимаю материал, вы видите, что ноготь в абсолютно здоровом состоянии. Здесь ноготочек материал тоже уже был снят, тоже все в абсолютно здоровом состоянии. Просто эта девочка очень аккуратно ходит с ногтями и умеет с ними ходить. Вот, я считаю, что с такими ноготочками действительно нужно уметь ходить так же, как и с четким квадратом. Так вот, что еще мне осталось вам показать? Что после того, как я сняла материал до базы, выровняла архитектуру ногтя в продольной арке, соответственно вернула апекс на место, вы понимаете, что сейчас мне выравнивание будет делать достаточно легко, поскольку уже ноготь практически готов к нему. Спасибо большое за комментарии. Да, действительно, если грамотно выстроена архитектура и еще сделана пил без перепила точек в роста, то все будет носиться очень долго и шикарно. Вот этим ноготочкам пять с половиной недель. Итак, посмотрим арочку продольную, точнее уже поперечную. Вот, смотрите, я постараюсь вам найти так. Так, Настюш, сейчас как бы нам, знаешь, с тобой сделать, чтобы девчонкам увидеть. Что значит, вот если я буду крутить, и вы увидите, что в продольной арочке у нас есть небольшой объем вот здесь, сейчас постараюсь показать, вот он, и вот в этом местечке, вот здесь. Поэтому еще немножечко поработаю фрезой. Я стараюсь максимально выполнить фрезой всю грязную, как я называю, работу, чтобы потом пилкой было меньше движений, потому что все-таки механических движений аппарат совершает гораздо больше. Все, просмотрела продольную арочку, поперечную арочку. Мне все нравится, и вот в таком моменте я уже могу перестать работой с фрезой для снятия материала. Ну что, поехали дальше. Непосредственно перейдем так. Если остаются остатки под ногтевой пластиной, какая причина? Ага, я поняла, хорошо. Смотрите, Настя, спасибо большое за вопрос такой. Да, действительно, чаще всего ноготочки, когда натуральные, вот, кстати, чтобы вы убедили, что это натуральные ногти, я вам их переверну, видите, да, немножечко идет скручивание ногтевой пластины. Это неизбежно, поскольку натуральный ноготь, он пористый, и он впитывает влагу, и отдает влагу. Соответственно, когда он впитался, он выпрямляется. Когда он влагу отдает, высыхает, он скручивается. Это абсолютно нормально. Даже у некоторых клиентов, знаете, при перелете в самолете ногти начинают скручиваться и не ощущают некое сдавливание. В один не очень хороший день все может закончиться плачевно. Вы знаете, Катюш, вы как будто прям не любите такую форму. Может закончиться плачевно. Я ничего не говорю. Но, тем не менее, вы знаете, многие девчонки рискуют и делают губки, делают грудь. Ну, как бы понимая, что за этим есть определенная ответственность. Поэтому Анастасия, мой клиент, она также понимает, что есть непосредственно ответственность за носибельность такой формы, и нужно придерживаться аккуратной носки. Она... Нельзя такие ногти перенашивать? Вы знаете, да, нельзя. Но у меня, клиентов бывает, у меня нет времени на них, и они вынуждены ходить по столько времени. По пять с половиной на день, по восемь недель. Но, вот видите, результат достаточно хороший, потому что правильная архитектура и пил формы делают свое дело. Ну и плюс здоровая неистонченная ногтевая пластина, как вы видите, мы ее не истончаем. Правильный подбор материала исключает отслойки. Отслойки исключают истончение дорсального слоя. Соответственно, если дорсальный слой у вас находится в здоровом состоянии, то и ногти будут носибельны. Итак, вернемся к пиле формы. Смотрите, непосредственно далее я буду убирать длину. Каким образом это делается? Пилочку я держу. Сейчас. Пилочку держу непосредственно перпендикулярно первой фаланге пальца. Помните, мы говорили, да, что первая фаланга пальца у нас ровная, вторая и третья, как вы видите, достаточно искривлена. Если посмотреть на Насте ноготочек, уже видно, как искривлена форма. Девчонки, давайте потом буду отвечать на ваши вопросы. Немножечко могу даже отключить комментарии, если вдруг они мешают. Смотрите, ставлю пилку перпендикулярно первой фаланге пальца. Переношу этот перпендикуляр на свободный край, придерживая, естественно, и ногтевое ложе, и свободный край. То есть большой пальчик у меня придерживает ногтевое ложе, а пальчик безымянный придерживает свободный край ногтя. Пилочку во время пила держу вот таким образом. То есть ручка положила, два пальчика сомкнула. Почему? Если вы будете держать таким образом, часто рука гуляет. У нее есть возможность делать круговое движение, и она может сместить центр. А когда вы опиливаете в таком состоянии, то центр остается на месте. Итак, поехали. Убираем где-то 2,5 мм. Сейчас отодвинусь от стола, чтобы не шевелить. Еще раз перепроверяю себя, чтобы форма все-таки была, длина была убрана перпендикулярно первой фаланге пальца. То есть перпендикулярно центральной оси. Вот таким образом. Если свой ноготь скручивается, отслойка получается. Да, об этом расскажу. Давайте мы оставим эти вопросы после того, как я уже буду с вами лицом разговаривать. Хорошо? Потому что вопросов сейчас, я думаю, будет много, и я обязательно отвечу. Да, у кого-то клиентка с такими ногтями очень аккуратно ходит. Моя Настя очень аккуратно ходит. Я прям обожаю таких клиентов. Причем она при этом делает все. Ну что, поехали. Длина, помните. Затем по нашей схеме у нас были боковые линии. Что такое боковые параллели? Это, чтобы... Главное, смотрите, на что обращать внимание. Чтобы боковая параллель не выходила за пределы точки в роста. Как это происходит? Зона стресса срастает. Соответственно, самый большой объем переходит за свободный край. И вот здесь бывает расширение. И чтобы ноготь не получался пухлячком или пирожочком, наклоните ноготь на себя. И если вы увидите, что боковая параллель выходит за пределы точки в роста, то, закрывая точку в роста, опилите по торцу боковую параллель. Вот таким образом я контролирую, чтобы ноготь не был плюшечкой. Ну, а теперь перейдем к пропорциям. Что значит пропорции? Помните, говорили, это форма миндаль. Значит, пропорции будут располагаться таким образом. Одна треть ногтевого ложа. Вот она, я ее отмечу. Переношу эти точки, соответственно, на свободный край. Вот. Чтобы вам было понятно базовичкам, я разрешаю смело рисовать. Да и не только. Дальше. Я делю наш ноготочек на три части. Помните, да, мы делим от линии улыбки. И... Так, сейчас, секундочку. Немножко, чуть-чуть не то сделала. Сейчас отру. Я делю на три части. Так, раз, да. Раз, два. Да, здесь получится одна треть, одна треть. И переношу эту одна треть сюда. Видно? Разделила на три части. Свободный край. Нашла верхнюю одну треть и перенесла эту точку на боковую параллель. Теперь я буду соединять эту точечку и эту. Пилка, естественно, будет из-под низу. Настюш, почитай, пожалуйста. Я левша, у меня так держать пилку не получается. А давайте вы мне лично напишите, пожалуйста, после эфира. И я вам... Мы просто можем даже в видеосвязь выйти, и я вам объясню, как с левшами я работаю. У меня есть девочки, которые работают левой рукой. Вот. Смотрите. Помните, когда я говорила о пропорциях, было очень важно строго держать пилку под свободным краем. То есть держите пилку строго под свободным краем. Как только вы начинаете опил пропорции вот таким образом, или сразу взяли пальчик и начинаете таким образом пилить форму миндаль, знайте, что вы можете потерять нижнюю боковую параллель. Она будет похожа на крючок, на такой коготь. Вот таким образом она будет у вас расти из точки в роста. Поэтому обращайте на это внимание. Особенно еще обратите внимание, чем острее клиент хочет форму, тем прям внимательно начинать нужно именно под свободным краем. Потому что вы знаете, что есть натуральная арочка у своего ноготочка. И не все ногти можно выпилить, особенно натуральные, в стилеты. Согласны? Потому что, если вы заметили, кто-то уже, наверное, пилил, начиная пилить острее, и у него сразу начинает вот здесь проявляться дуга. Как раз, чтобы такой дуги не было, я соединяю пропорции, держа пилку строго из-под низа. Когда? Девушка пишет, я тоже левша, просто все зеркально. Да, на самом деле у левшей все зеркально, действительно. Я просто даже вот если попробовать, вот, я не левша, наверное, я бы вот таким образом опиливала. Тоже держать, в принципе, вполне можно. Вот, но я говорю, если хотите, давайте выйдем с вами потом в связи, я вам с вами еще более подробно объясню. Так вот, сделали одну боковую, потом делаем вторую. Сейчас я здесь тоже тебе отмечу. Помните, даже на клиенты вы можете отмечать, на самом деле ничего в этом стыдного нет. Наоборот, вы перепроверяете свою работу. У меня тоже глаз не алмаз. Да, я не рождена со зрением, как у компьютера, четким, вымеленным. Поэтому иногда и я на своих клиентах отмечаю эти точки. Но тогда я знаю, что моя форма точно будет, безусловно, изящной и одинаковой на всех пальчиках. Итак, поехали. Пилочка под свободным краем четко и соединяем точки, которые мы отметили. Дальше, чтобы приступить к следующим движениям, я должна проверить, а действительно ли я правильно нашла центральную точку. Сейчас я покажу так, чтобы пальчик вы увидели. Как я это смотрю? Сейчас, к сожалению, на камере мне не показать, мне не хватает расстояния. Но каким образом я это делаю? Хотя, сейчас попробуем. Я отдаляю. Настюш, а ты можешь попробовать подержать вот таким образом? Да, я сейчас девочкам просто покажу. Смотрите, как я делаю это на клиенте, чтобы определить, не потеряла ли я центральную точку. Я наклоняю пальчик от себя, оставляю прямой только первую фалангу. Потому что, помните, вторая и третья уже часто искривлены. Оставляю первую фалангу ровной, вторую и третью прогибаю вниз. И смотрю продолжение первой фаланги. Сейчас я вижу, что мой ноготочек очень ровно запилен и центр определен верно. Поэтому я могу дальше приступить уже к опилу непосредственно вида сверху. Помните, наш следующий этап, да? Это опил сверху. То есть вид сверху. У нас была длина, пропорции, то есть длина, боковые параллели, пропорции и вид сверху. Что значит вид сверху? Это значит, что вот таком. Мы же, видите, не доделали. У нас здесь уголочек, здесь уголочек. И чтобы у нас все было единым целым, я буду опиливать по торцу. Вот здесь, опять же, обратите внимание, уже не под свободным правом, а уже по торцу я буду опиливать форму. Каким образом? Как я учу своих девочек так, чтобы они не потеряли изящность этой формы. Ваша форма миндаль, овал или круглая будет изящна тогда, когда пальчик и ноготь единое целое. Что значит единое целое? Это значит, если вы, вот я сейчас вам найду продольную арочку и начинаю ее прокручивать. У вас ноготочек должен прям выходить из пальчика. А бывает такое, что смотришь и вот отсюда свободный край пошел в расширение. Такого быть не должно. Вот сейчас, если я вам прокручу, я надеюсь, что вы увидите, постараюсь так, чтобы вы увидели. У нас есть лишний объем вот в этой зоне. Видите, смотрите, вот идет пазуха. И вот здесь есть объем. Видно? Вот он. Я думаю, что мастера уже с опытом увидят это. У вас вот этот объем не должен мешать просмотру. Соответственно, ноготочек из пазухи должен смело проглядываться. Если я начну прокручивать, я увижу объем вот в этой точке. Это мне нужно будет убрать. А здесь мне все нравится. Из точки в роста аккуратно ноготь выходит, продолжая фалангу пальца. Поехали. Итак, пилка, обратите внимание. Вам тоже большое спасибо, девочки, за обратную связь. Вот. Пилочка стоит по торцу. И я всегда пальчик отворачиваю от себя и прокручиваю вот этот изгиб. Да, это тоже продольная арка, только она идет по боковой параллели. И я начинаю длинным движением всей пилкой. То есть не коротенькие у меня вот такие. Почему? Потому что когда вы делаете короткое движение, она создает грани. Грань, грань, грань. И получится у вас такие, знаете, не получится такой вкусной формы. Чтобы форма была прям облизанная, по-другому не скажу. Делайте движение всей пилкой и не прямое. А какое? Яичное, округлое. Вот так вы будете опиливать вид сверху, аккуратно пилочку подвигая к центральной точке. Видно, где я остановилась? Прошу вас, не делайте в конце вот так. Знаете, как ноги делают? Пилят, пилят, пилят. И потом раз и смахнула. Это движение приведет к чему? В том, что вы сможет сместить центр, соответственно, уберете длину. А представьте, если ваш клиент очень бережет длину. Он растил ее там, я не знаю, год от трапеции коротких, как моя Настя. И если ей смахнуть длину, она может даже очень сильно расстроиться и расплакаться. Это правда. И вот, чтобы такого не было, держите вашу пилочку строго по торцу. И когда приближаетесь к центральной точке, продольной, то есть, когда приближаетесь к центральной оси, к ее точке, старайтесь не делать смахивающего движения, дабы не увести центр и не убрать длину. Так, да, остатки апекса. Ага, действительно, да, здесь была зона апекса, то есть, зона стрессовая. И вот здесь он отрос немножечко, соответственно, получился объем, который мы позже уберем. Ну что, когда вы сделали одну стороночку, обязательно снова переверните пальчик и просмотрите, все ли вам нравится. Если что-то не нравится, так же по всей площади пилочки сделайте движение. Мне все нравится. Поехали работать с левой стороной. Точно так же подворачиваю пальчик. Вот сейчас вы видите продольную арку по центральной оси. Теперь я проворачиваю продольную арочку. И если, ну, слишком я красиво уже сделала снятие, даже не показать вам ошибок. Если вы видите вот здесь неровности, обязательно их убирайте. Вот это и есть как раз ваша работа над видом сверху. Сейчас прокручу, чтобы вы видели. Свет поставлю. Вот она, пилочка идет, видно? И сейчас вот этот уголочек, видно, который образовался, я буду убирать. Убираю плавным движением всей площадью пилочки и заглаживаю ноготочек к центральной точке. Видно? Никаких смахивающих, даже если вы делаете смахивающее движение, оно должно быть у вас очень плавное, очень гладкое, без давления. Вообще, обращайте внимание, если вы хорошо сняли материал, все давления пилки делать не нужно. Вы просто гладите ноготочек. Я не очень люблю пилки со сменными файлами, извините, пожалуйста, потому что она очень тяжелая из-за металлической основы. А поскольку я люблю очень такую обтекаемую форму, эта пилочка дает мне возможность практически не давить на нее. И вот, всей площадью пилочки я сделала вид сверху. И если я сейчас уберу мой фломастер, вы сможете очень четко и хорошо увидеть, как формочка уже стала красивой. Смотрите, практически уже готова. Вот. Дальше, смотрите, к чему мы переходим. Сейчас, конечно, форма сверху готова, но форма... Сколько, Настюша, и мне? Без 10. Ага, сейчас постараюсь, да, ускориться чуть-чуть, но форма по нижней боковой параллели, конечно же, не совсем красивая. Здесь даже немножечко пошел такой, видите, изгиб, как куриная лавка. Что мы будем делать? Ваша пилка здесь снова должна идти под свободным краем. Помните, я говорила о носике? Где должен находиться носик у миндаля? Если сейчас я бы из точки лунулы провела линию, параллельную боковой оси пальца, вот она, боковая ось, то как раз наивысшая точка у вас будет находиться в параллели с линией из лунулы. Видно? Замечательно, если вы все понимаете. Вот. Соответственно, как понять? Знаете, иногда девочки говорят, а как материал, если трамплинообразные ногти, откуда мы будем убирать материал? Конечно же, он будет вздернут вверх, соответственно, максимальный объем уберем сверху. Если, наоборот, ногти вниз растущие, то, чтобы мне эту точечку оставить в идеале, я буду опиливать ноготь снизу. Итак, поехали. Пилка строго под торцом. Почему я проворачиваю ноготь? Потому что в таком положении вы часто выводите пилку опять на торец и, соответственно, теряете форму. Чтобы форма не терялась, проверните пальчик, отогните боковой валик, чтобы видеть точку в роста и не перепилить ее. И, соответственно, тогда вы получите красивую нижнюю боковую параллель, не провисшую, не как коготь, а очень-очень изящную. Сейчас я постараюсь это показать. Чуть-чуть даже вижу ушко, снова его доделаю. Как только я сделала одну боковую параллель, сделала носик. А что значит носик? У вас боковые параллели, вы знаете, должны быть на одном уровне. Вот если вы сейчас видите, я одну запилила, а вторая у меня еще подвисает. И поэтому я перехожу к второй. Опять же, пилка из-под низа. Настюш, ты читаешь, если что, вопрос? Вот я не хочу. Пилка из-под низа, под свободным краем, точнее. Девушка спрашивает, а у вас есть онлайн-курс по опилу? Вы знаете, нет, но мне стали так часто спрашивать о пилформе, поэтому я уже задумалась о том, чтобы его сделать. Единственное, что сейчас, да, поскольку студия моя только открылась, очень много на нее времени уходит. Но спасибо вам большое, я прям, вы меня еще больше подталкиваете на то, чтобы сделать курс по опилу формы. На самом деле этот опил формы, я его вывела, когда стала преподавать, потому что мои ученики, им же нужно было объяснить, как я это делаю. И я стала рассматривать каждый шаг своей работы. И после этого, естественно, пришла к такой схеме. Вот, видите, вид сверху уже красивый. Смотрите, да, сделаем вид сбоку. Смотрите, какая красивая нижняя боковая параллель. И смотрим другую нижнюю боковую параллель, тоже очень-очень красивая. Теперь осталось подобрать, помните, если нижний пункт, это объемы. Что значит объемы? Объемы про, по продольной арке, но здесь они у меня хороши, остался только объем на носике, если вы заметите. Вот я прокручу, да, и палочкой вам покажу вот этот объем. Вот, поэтому убираю объем на носике, на свободном крае. Вот она получилась, красивая арочка. И, соответственно, если еще нужно, уберу объем с боковых. Но мне здесь все нравится, как, опять же, конечно, если бы вживую, я бы вам могла еще больше рассказать об объемах. Но самое главное правило объема, в которых я учу девочкам, смотрите, как правильно убрать объем. С продольной арки, я думаю, все понятно. Вот, вы поставили пилочку, посмотрели продольную арку, где лишний объем, вы погладили всей площадью пилки. Как называется наша студия? Студия Елены Кочневой. Я вам потом, если что, дам инстаграм, если вы напишите в личку, посмотрите. Как правильно убирать объем? Находите точку апекса. Далее, делаете сначала движение вдоль продольной арки. И, соответственно, потом регулируете поперечную арку. Как ее регулировать? Вы делаете пилкой вот такое движение. Сейчас я постараюсь, чтобы стрелочка видна была. То есть из апекса круговое движение. Это пил после выкрутки материала? Нет, нет, нет. Кстати, таким схемой пила можно воспользоваться, даже если вы делаете укрепляющий гель, который нуждается в апиле. Свободно. Сейчас я показываю просто снятие материала и, естественно, пил перед покрытием. Поехали. Я делаю движение. Видите, длинные? Какие? Яичные. Они округлые. Вот только такие движения приведут к изящной форме. Почему я не делаю движение снизу, а именно сверху? Если вы будете делать его снизу, вы можете убрать, снести нижнюю параллель и торец ногтя. И форма уже не получится красивой. Я буду очень рада, если вы приедете, но я думаю, что скоро нас откроют. Вот смотрите, если видно, как я еще, некоторые, да, мне девчата говорят, а я не вижу объем, прокручивайте ноготочек. Вот, я сделала Насте ноготь, видно? Вот у меня продольная арка, очень-очень красивая. Сейчас я вам буду прокручивать ее. Так, вы дождите, сейчас настрою, потому что не очень, что-то расплывчато, да? Вот, и смотрите, я прокручиваю арочку, и то, о чем я вам говорила, почему у меня не фокусируется, да, что-то фокус не ловит. Сейчас, девчоночки, извините, пожалуйста, что-то фокус не ловит прямо на ноготочке, я хочу вам показать более подробно. Вот, Настюша, попробуй нажать на экран, чтобы девочки увидели незасвеченный ноготь. Вот, давайте так, может быть, попробуем? Все равно светится, да, мне хочется просто показать, как я ищу объемы на ногте. Сейчас, девчонки, подождите, я найду. А давай, может, попробуем? Вот, это рука моя даже. Нет, вот смотрите, все. Вот, смотрите, что я делаю. Я буду прокручивать свой ноготочек, нет, Настюшка, не так быстро, и искать эти лишние объемы. Вот она, продольная арка, красивая. Вот я прокручиваю и вижу, смотрите. Вот он, объем вылез. Видно вам? Верну опять, смотрите, вот она, красивая продольная арка в Ярославле. И смотрите, прокручиваю, вот, видно объем? Не очень пишут. Не очень видно, да, и надо вам сделать фотографии. Но, может быть, он там такой маленький, что вот так, если покручу, видно? Давайте пальчик подставлю. Видно горочка, бугорочек такой? Вот бугорочек. Вот это и есть лишний объем. Через полторы минуты выключится эфир. Да, девчонки, сейчас я перезагружу эфир. Тогда давайте сделаем так. Я сейчас перезагружу эфир. Думала, что я в час уложусь, но не укладываюсь. В общем, сейчас эфир закончится. Я перезагружу его и покажу вам уже. Все, опилформа у нас, по сути, уже готов. Я вам покажу результат, который у нас получился. И уже отвечу на ваши вопросики. Хорошо? Если вам нужно показать выравнивание, то спрошу вас об этом. Скажите, выравнивание нужно показать на таких ноготочках? Я просто, видите, переживаю, что мы и так много времени. А так, вот смотрите, у нас ноготь уже готов. Я могу вам показать выравнивание, как делать. Все видно, супер. Сейчас минуты дожидаться вопросов. Да, мы сейчас минуточку ждем. Если вам нужно выравнивание, поставьте плюсик. Да, да. Да, потому что я подготовила один ноготочек уже. А этот я вам покажу просто уже, как форма завершена, как она выглядит. Потому что мы ее практически уже все доделали. В общем, нужно. Да, хорошо. Давайте тогда я сейчас завершу эфир, перезалью. И дальше я вам уже покажу... Давайте через 5 минутчик, хорошо? Попейте чаечку и через 5 минутчик возвращайтесь. Я вам покажу выравнивание и покрытие цветом. Ну и отвечу на ваши вопросы. Все, до встречи. Сохрана только. Так. Так, идите завершу.